Добрый день! Сегодня остановимся на рывке упражнений гиревого спорта, с которым спортсмены выступают на соревнованиях. Есть много разновидностей рывка. Я хотел бы выделить две разновидности, где в одной работают больше ноги, в первом типе рывка, а во втором больше работает спина. Рывок, где работают ноги. Он происходит во фронтальном направлении и в нижней точке, когда гиря останавливается, ярко сгибаются колени. То есть сгибаются и спортсмены остаются стоять на напряженных ногах. И затем, за счет упражнения спины и ног в коленных суставах, гиря поднимается вверх. Показываю. При втором типе рывка движение гири происходит через сторону. Сброс идет с опорой на одноименную ногу и затем вытаскивание гири происходит с переносом опоры на разноименную ногу. То есть весь спортсмен отмечается влево-вправо, влево-вправо. Показываю. Также видно, что при переносе веса тела из одной стороны на другую мы то поднимаем пяску, то ставим на место. Так при движении вниз мы поднимаем одноименную с работающей рукой пяску ноги. И затем при опускании гири ставим ее на поверхность помоста. И здесь уже мы загружаем эту же ногу одноименную. А разноименную ногу приподнимаем пятку и расслабляем. Таким образом основная работа при выполнении рывка через сторону выполняется за счет мышц спины. В основном это конечно верхняя часть спины и некоторую нагрузку несут продольные мышцы спины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...